Всем привет! На ваших экранах программа «Здоровье. Сила. Красота» от телеканала Юрган. Но согласитесь, намного лучше, когда «Здоровье. Сила. Красота» не просто на экране, но еще и в жизни. Заниматься здоровьем мы начинаем с самого детства. Спортивные секции, активный образ жизни и правильное питание. Ведь здоровые привычки в еде так важны для растущего организма. Но что будет, если эти привычки не соблюдать? Узнаем прямо сейчас. Сладости и лимонады – это, безусловно, вкусно. Все дети их безумно любят. Но большое количество таких продуктов может привести к серьезным последствиям. Герой нашего сюжета тому подтверждение. Вот так Василий Вишневский выглядел в школе. А вот так – в студенчестве. С самого детства Василий страдал избыточным весом. В 21 год он весил уже 174 килограмма. С тех пор прошло уже почти 10 лет. Давайте познакомимся с Василием и узнаем его историю. Василий, тебя не узнать. Ты сильно изменился со студенческих времен. К тебе есть масса вопросов. Привет. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, как ты располнил и была это вредная пища или еще какие-то факторы? Как, соответственно, культура питания себя происходит от родителей. В моей семье, к сожалению, ее не было. Было очень много еды. Преимущественно высококалорийная. Это основа сладости, выпечка, лимонады, соки. И так я ребенок, у меня все это стоит перед глазами. Я постоянно потреблял такое питание, но оно не заканчивалось. И происходил накопительный процесс. И постепенно все толстел, толстел, толстел с каждым годом. Активности, как таковое, не было. И получается, что я больше потребляю энергией, чем тратил. И произошел такой большой набор веса. В какой момент ты решил поменять себя, изменить? Это произошло на третьем курсе университета. Каким-то первым толчком послужил результат моего одногруппника, который заметно похудел. Я как-то даже на уровне подсознания заинтересовался, как именно он достиг такого результата. Очень тщательно расспрашивал его вопросы питания, чем и как он питался. Перенял от него. Вот и с этого момента тоже перестроил свое питание. Как бы физически я вообще не голодал. То есть рационнее всего хватало. И источников углеводов, что у меня была энергия, и источников белка, и овощей, фрукты. Все это хватало. Даже если, может, вечером было голодно, он мог позволить себе большое количество фруктов съесть вечером перед сном. Никаких проблем с этим не было. Поначалу два месяца было только питание. Потом я все-таки решил пойти в зал в первый раз. Заинтересовался силовыми видами спорта и также бодибилдингом. И мне также стало интересно строить свое тело дальше. Василий, вопрос тебе как тренеру. Что нужно человеку, чтобы прийти к каким-то конкретным результатам? Самое первое, что нужно человеку, это иметь желание достичь результата. То есть он должен хотеть изменить свое тело, изменить себя и улучшить тем самым свое качество жизни. То есть и также человек должен ясно видеть свою цель. То есть не просто похудеть, а похудеть на 5 килограмм, 10-15. Конкретизировать, да? Да, конкретизировать свою цель, представлять ее четче и яснее для самого себя. Чем яснее цель, тем больше желание ее достичь. Существуют ли какие-то мифы о правильном питании? Самый распространенный миф это то, что нельзя есть какие-либо категории продуктов. То есть людям намного, человеку, который хочет похудеть, намного проще что-либо убрать навсегда, чем количество еды ограничить. Словно, съедать не кусок торта, а кусок торта. То есть ему многие ошибаются в том, что просто убирать сладкое, просто убирать жирное, тем самым давая себе лишний стресс, так как поговорка запретный плод сладок. То есть просто ограничить, но не исключить. Скажи, пожалуйста, есть какие-нибудь слова у тебя назидания, слова поддержки, наставления тем ребятам, которые столкнулись с такой же проблемой и сейчас хотят ее исправить? В первую очередь это нужно иметь желание изменить себя, изменить свое тело. Так иначе быть готовым к тому, что нужно что-то будет поменять своим образом в жизни и пищевых привычках. Возможно изменить себя абсолютно в любом возрасте, абсолютно в любом состоянии. Главное верить в себя, своей силой, и все возможно. Опять же, не нужно никаких делать себе строгих запретов, ограничений. Вы можете ни в чем себе не отказывать, но просто это систематизировать, чтобы вы при этом теряли лишний вес. Никакого стресса себе создавать не нужно, лишая в чем-то себя в удовольствии. Ребята, вы знаете, что делать. Все в ваших руках. Василий, ты нереально крутой пример для всех нас. Но самое главное, ты живой, это доказательство того, что ни в коем случае, никогда и ни за что не стоит опускать руки. Спасибо тебе за это. Спасибо. Друзья мои, питайтесь правильно и будьте здоровыми. Безусловно, проблему лучше избежать, чем исправлять последствия. В Сыктывкаре для этого есть центр здоровья по формированию здорового образа жизни у детей и подростков. Туда-то мы и направляемся. Главная задача центра здоровья обследовать несовершеннолетних, выявить факторы риска развития заболевания и акцентировать на этом внимание родителей и лечащих врачей. В центре здоровья работают сразу несколько школ здоровья. Школа основ здорового образа жизни, школа профилактики заболеваний костно-мышечной системы, школа избыточного веса и школа профилактики табакокурения. А давайте подойдем к посетителям центра и познакомимся. Здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Добрый день. Меня зовут Артемий. Как вас зовут? Кузнецова Маша. Маша, привет. Анастасия. Анастасия – твоя мама. Расскажите, пожалуйста, какие здоровые привычки прививаются у вас в семье? Я катаюсь на коньяках, на лыжах зимой. А летом? Летом я катаюсь на велосипеде и на роликах. Ты считаешь, что это помогает твоему здоровью? Да. А что касается питания вашей семьи? Ну, так как наш темп в жизни очень быстрый, времени, как всегда, не хватает, то на перекусах быстрых таких, ну, по выходным только получается. Между прогулками на велосипедах и на коньках закинуть булочку. Это точно. Какие твои любимые продукты? Клубника. А чипсики? А лимонадики? Нет? Не любишь? Ну, я люблю. Ну, вот и призналась. Хорошо. Скажите, что вас привело в Центр здоровья? Ну, мы пришли оформлять справочку для лагеря в Центр здоровья. Там будут у нас спортивные игры, также бассейн, всякие различные виды спорта. То есть на лето ты будешь в лагере спортивном? Да. А знаете ли вы, что в Центре здоровья принимает врач-диетолог? Мы слышали, конечно, об этом и хотели бы немножечко даже обратиться, чтобы поменять свой образ жизни именно в питании. Спорт у нас уже заложен, основа есть. Ну, питание – это, конечно, самое большое в принципе направление. Ну, вот мы, собственно, и в Центре. Разрешите вам представить врача-педиатра Центра здоровья, диетолога Наталья Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Анастасия и юная Мария. Добрый день. Очень приятно. Они пришли за справкой в спортивный лагерь, но их заинтересовала ваша консультация. Очень хорошо, мне очень приятно. А сколько, Маша, лет? Семь. Семь лет. Скажи, пожалуйста, Маша, ты в спортивном лагере первый раз будешь за ним, да? Да. Первый раз. Чем ты там будешь заниматься? Ну, раз спортивный, оздоровительный лагерь, наверное, плавание, наверное, какие-то другие физкультурные, да, будут занятия. А вообще ты физкультурой занимаешься? Да. Очень хорошо. Получается, что вы придерживаетесь, да, и активности, то есть вы ведете здоровый образ жизни. Но полностью ли он здоровый? Можем ли мы сказать, что он здоровый в части питания? Нет, такого мы сказать не можем. Ну, тогда мы вам можем помочь. То есть у нас при Центре здоровья открыта школа коррекции избыточной массы тела, где мы очень подробно разрабатываем как раз проблему питания. Поэтому я вас приглашаю обследоваться в нашем Центре. То есть мы измерим показатели и физического развития, и силу, и объем легких. Это будет очень важно понимать до того, как вы будете заниматься плаванием, да, или другими физкультурными занятиями. И мы еще проведем вам программу на обследование по питанию. Согласны ли вы? Да. Если вы согласны, то я вас приглашаю в кабинет обследования. Пожалуйста, проходите. Вот сюда, пожалуйста, проходите. Здесь у нас проходит комплексное обследование. Обследование у нас проводит медсестра Тамара Ивановна. Пожалуйста, познакомьтесь. Комплексное обследование включает в себя целую программу последовательность различных обследований. То есть это у нас измерение роста и веса, измерение силы рук, обхвата грудной клетки, обхвата окружности головы. То есть это параметры физического развития. Значит, дальше мы обследуем как раз на аппарате, который показывает, есть или нет у ребенка погрешности в питании. По результатам этого обследования у нас уже складывается полная картина. То есть мы можем понять, есть избыток массы тела у ребенка, за счет чего он есть. Для определения функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы мы проводим кардиограмму и спирограмму. Вот практически это все, что включает комплекс нашего обследования. Когда мы говорим о том, что мы решаем проблему избыточного веса, это всегда при общении к здоровому образу жизни. Почему? Потому что мы не можем решить только за счет питания, либо только за счет физической активности. Мы еще и говорим и о полноценном сне, и о режиме дня. И когда мы все это в комплексе подключаем, как мы говорим, то есть один аспект добавляет другой, тогда мы увидим результат. Мы провели комплексное обследование. Выявили, что у Маши есть избыток массы тела. Этот избыток массы тела обусловлен параметрами и лишней жидкости, как я уже говорила. Есть избыток небольшой по жировой массе. И, к сожалению, есть дефицит по мышечной массе. То есть я могу сделать вывод, что погрешности в питании все-таки имеются. Если мы снижаем вес, вне зависимости от того, чем этот вес обусловлен, мы должны позаботиться о том, чтобы обязательно была физическая активность. Исходя из того, что мы посмотрели Машу, обследовали, самым эффективным и безопасным видом физической нагрузки будет плавание. Вместе составляем пирамиду питания. То есть уже акцентируем внимание на тех продуктах, которые можно употреблять в достаточном количестве, какие мы ограничиваем. И еще отдельно говорим о продуктах, которые не входят в пирамиду здорового питания. Это тоже очень важно. Мы через три месяца приглашаем детей с родителями с тем, чтобы оценить результат, посмотреть динамику. Спасибо большое Наталье Николаевне. Спасибо нашим новым друзьям Анастасии. Маша, ты умничка большая. А вы, дорогие родители, прошу вас обратить внимание на проблемы вашего ребенка как можно скорее. Есть все возможности предупредить болезни и заняться их профилактикой. В Центре здоровья это делают абсолютно бесплатно. Ведь здоровые дети – это наше здоровое будущее. В этой программе мы узнали много полезного и интересного. А именно, что делать, если в вашей жизни появляется или уже появился лишний вес? Как приучить себя к здоровым привычкам? И самое главное, что делать это лучше уже в юном возрасте? С вами был Артемий Барсуков. Смотрите программу «Здоровье, сила, красота» и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok